Саша, что ему подскажите? Раз, раз, раз. Раз, два, три, четыре. Филипп Кузнецов спрашивает, какой любимый урок у меня был в школе? Физкультура. Ну а так, если брать из более таких серьезных предметов, то, наверное, в интернате, когда я уже жил в спортивном, там была физика, потому что учительница была наша. Ну, естественно, я ничего не знаю по физике, но то, как у нас преподавательница вела, Ольга Ивановна, наш классный руководитель, мне нравилось. Как часто выбираете из семьи на природу? Уживу за городом, поэтому нет смысла выбираться. Ну, самое любимое, это, естественно, мой город, Санкт-Петербург. Да, я родился в Кингисеппе, но долгое время живу в Санкт-Петербурге, с 11 лет, поэтому я считаю его своим родным городом, вторым родным городом. А что касается отдыха и отпуска, ну, я, наверное, как и все, люблю теплые страны, но не люблю летать, не очень люблю летать. Наверное, самый такой оптимальный вариант Арабский Эмират, потому что относительно недолгий перелет, плюс удобный. Но хотя вот, что осталось в памяти, это все Шельские острова. Очень-очень редко был в последний раз. Ну, просто соскучился и поехал так посмотреть на город. Это было, наверное, в 2010 году или в 2011. Учил я его недолго, и, наверное, нельзя сказать, что я его знаю хорошо, потому что, в принципе, знаю только те вещи, которые мне нужны были в бытовом плане и в игровом. А учил? Нет. Самый простой способ для того, чтобы учить язык, это абстрагироваться просто от русского языка, хотя бы вне дома, что у меня, естественно, получалось в Испании. В раздевалках слушал, как говорят, пытался повторить. И не бояться говорить правильно, неправильно это всегда поддерживают, тем более в Испании, потому что там, так как говорят на севере, совсем по-другому говорят на юге. И там, наоборот, приветствовалось, когда я пытался говорить. И чем больше говоришь, тем больше получается. Естественно, мне нравится эта погода, потому что эта погода для меня родная. И, наверное, другой какой-то климат уже для меня кажется иным. И я, естественно, не могу назвать своим любимым. То, что здесь, то мне нравится. Так специально в спортзал не хожу, только если есть тренировки в спортивном зале, тренажерном. А что-то личное нет. Ну, если только в отпуске, могу зайти в тренажерный зал, побегать на дорожке, немножечко на тренажерах позаниматься, над верхним плечевым поземьем. Ну, в основном, в свободное время я занимаюсь восстановлением собственных сил. Потому что сейчас, в связи с возрастом, приходится, наверное, больше отдыхать и восстанавливаться после тренировок, после игр. Поэтому самое любимое занятие – это просто ничего не делать и отдыхать. Верочка Пановрёв спрашивает, когда пойдут голы. Ну, хотелось бы как можно скорее, чтобы они пошли. Сам этого жду. Мне кажется, естественно, нет, потому что, во-первых, разные люди. Во-вторых, если говорить о нашей связке с Андреем, то, ну, не знаю, это какая-то ностальгия. Это то, что было, то, что было давно и действительно доставило очень много радостных моментов. Я думаю, что радостных и счастливых моментов в то время было намного больше, чем негатива или горечи. А что касается связки с Халком, то схемы футбольные, тактические в нынешней команде, в нынешнем «Зените» построены так, что здесь нельзя выделять именно какие-то связи на футбольном поле. Есть защитный блок, наверное, так можно сказать, оборонительный и атакующий, который состоит не только из двух футболистов. Раньше все-таки у нас была тактика нацелена на двух нападающих. Нападение играл я и Андрей. Я думаю, что в начале следующего года уже начнется строительство. И в следующем году, я думаю, к сентябрю, к октябрю, я надеюсь, сдастся в эксплуатацию первая очередь этой школы. Это несколько полей искусственных. А уже потом в дальнейшем планируется построить манеж. Аня спрашивает, почему у меня нет страниц в соцсетях. Ну, потому что нет, не вижу смысла. Все, с кем надо, я общаюсь в жизни. Если выделять какой-то один фильм, то, наверное, выделю это, если не брать во внимание классику советского кинематографа, потому что они все любимы, и любой фильм из этого списка могу смотреть всегда. А что касается импортного кино, то нравится фильм «Апокалипсис» режиссера Мэлла Гибсона. Ну, рок, естественно, слушаю. Не буду скрывать, что я симпатизирую группе «Ленинград» и слушаю музыку. И у меня даже записано очень много в плеере музыки «Ленинград» и в полетах я ее слушаю. А также я могу послушать группу «Кино», и если выделять кого-то, то это группа «Ленинград». Нет, я не умею играть ни на каком музыкальном инструменте. Научиться тоже, наверное, не особо. Если бы я хотел научиться, я думаю, что я бы научился, если бы у меня было желание. А так нет. Я люблю слушать хорошую музыку. И, наверное, лучше слушать профессионалов. Наверное, я буду называть не только по футбольным качествам, да, а вообще по моему восприятию и по тому, как бы я хотел, чтобы было. Ну, естественно, слава воротах. В центре обороны я бы поставил, наверное, Саркиса Аксипиана с Николасом Ломберцем. Справа Анюков. Слева Крешита. В полузащите я бы поставил Игоря Денисова с Андреем Кобелевым. Я бы поставил в центре. Андрей ближе бы, Андрей Николаевич, ближе бы играл к нападающим. Справа Володя Быстров. Слева Саша Спивак. И в нападении я и Аршая. КОНЕЦ САМАЛИЯ. КОНЕЦ САМАЛИЯ. КОНЕЦ САМАЛИЯ. КОНЕЦ? Продолжение следует...